Опять бардак на фоне, это значит, что я в общаге, и еще это значит, что я все-таки учусь в университете, потому что сегодня я буду смотреть свое портфолио, которое я делал год назад, чтобы поступить в университет Спойлер, я не поступил в два университета, потому что я подавался в два, и ни в один из них я не поступил, но я нашел третий, в котором я сейчас учусь, и я учусь на какой-то херне А хотел я поступить на графического дизайнера, вот, но я не поступил, поэтому это уже не важно, и давайте посмотрим портфолио, с которым я поступал И с которым я не поступил Давайте я еще 10 раз это скажу, чтобы все поняли, что я не поступил Вообще, портфолио, это должны были быть большие рисунки гуашью, карандашом, углем, чем хочешь Их нужно было все вот собрать в большую папку и вести лично Но из-за того, что была пандемия, нужно было это все отправлять в электронном виде И я сделал такой файл PDF, в котором фотографии рисунков сделал Очень большие, очень качественные, очень красивые фотографии И нужно было их как-то красиво оформить И, возможно, я сразу говорю, что рисунки там красивые То есть я как бы удивился, что я не поступил ни в один из университетов И, возможно, я просто не до конца прочитал все эти условия, все правила оформления этого портфолио электронного И, возможно, из-за этого я не поступил Потому что, скорее всего, я был невнимателен Либо реально рисунки плохие, я точно не знаю Но у меня есть сомнения, что я не поступил из-за того, что я просто неправильно что-то оформил Вот так вот выглядит мой портфолио И все начинается с первого рисунка, который показывает на себе такую вот замечательную негритяночку Чернокожую женщину Она была прямо вот реально черная То есть, типа, есть коричневая кожа, а есть прям черная Вот у нее была такая прям черная красивая кожа Это в основном были фотографии из Пинтереста И почти все рисунки, которые здесь есть Референс были, это рисунки из Пинтереста Либо я сам строил эти натюрморты Я рисовал натюрморты, но в основном, если это портреты, то это из Пинтереста Потому что с натуры красивых людей нету Только в Пинтересте Вот, и тут даже на фотографии видно все эти мазочки Все это красиво видно То есть, я должен был поступить Это был самый первый портрет Я это показывал мимолетно в видосе про рисунки с гуашью И тут это портрет девушки Она стоит в каком-то поле И вообще, я так нарисовал Кажется, что это какой-то грустный портрет Как будто она грустная Она стоит в каком-то сожженном поле Задню какие-то ракеты летят На самом деле нет Это была как бы позитивная картинка Задью нее было просто красивейшее поле Там светило яркое солнце Какие-то дома стояли, трубы Короче, все было красиво, ярко Вот, и тут надо было подписать Что тут вообще изображено Я подписал девочка в поле Гуаш 100 на 70 Это размер И год нарисования Год создания картинки 2020 То есть год назад Вот, вполне возможно, что нужно было добавлять Короткое описание для всех картинок А я не так понял По-польски не так перевел И добавил короткое название Вместо короткого описания А название и описание Это разные вещи, как мы понимаем Следующий это натюрморт Тоже гуашью, тоже 100 на 70 Я назвал его Иду на прогулку Хорошее название Я думаю, я из-за названия не поступил Висит кепка Какие-то башмаки Стоит метелка В принципе, рисунок Прикольный Натюрморт тоже То есть видно и оттенки И все видно И вот даже Смотря на первые два рисунка Мне кажется, вполне возможно Вполне реально было поступить Я не поступил Напоминаю еще раз Смотрим следующий рисунок Кстати, напишите, пожалуйста Очень много комментариев Чтобы продвинуть видео В топ В топ Ютуба Вот И давайте смотреть дальше И еще я оставлю ссылку На этот файл На это портфолио свое В описании под видосом Можете открыть Более В большом формате Посмотреть Конечно же Спи***ть мои рисунки И выложить их на какие-нибудь сайты Продать за миллион денег И так далее Следующий рисунок От натюрморт Тоже гуашью Я в принципе рисунки гуашью Показывал в одном из прошлых видосов Но его почти никто не смотрел Там был смысл в другом Но сейчас я оцениваю портфолио Такая вот натюрморт гуашью Здесь рыба И мне это, наверное, самый любимый натюрморт Здесь очень много оттенков Очень такая живая Какая-то динамика даже чувствуется Бьем первый план Второй план Задний план Тут даже очень красиво Вот передний план Здесь, казалось бы, рыбы Но на самом деле не рыбы Потому что на переднем плане Здесь вот эта вот штука Вот этот вот угол стола Он на переднем плане Потому что он такой четкий Очень фактурный Дальше идут рыбы Ну и, конечно же, на самом последнем плане Вот эта вот Тряпка, стул Вы посмотрели и, наверное, подумали А, рыбы — это главная часть композиции А нет, обман Здесь главная часть композиции Это угол стола И в этом была задумка То есть у меня даже были Какие-то такие более сложные идеи Следующий очень красивый портрет Эти глаза этого молодого человека Они просто Как будто я их вырезал с фотографии И всунул сюда Но нет, я это сам нарисовал Я, честно, сам в шоке Потому что я смог нарисовать Такой реалистичный портрет Хотя я никогда не рисовал портреты Я просто вот взял Не знание анатомии Ничего Просто начал рисовать Закрыл глаза Нарисовал Получилось красиво Я офигел Следующий рисунок был углем Эти рисунки никто не видел Я их нигде не показывал Наверное Вот Это был натюрморт Который я построил Поставил в углу комнаты И нарисовал Самый первый рисунок Который я рисовал углем То есть я вообще первый раз в жизни Купил уголь Первый раз в жизни Его взял в руки И первый раз в жизни Им порисовал И с первого раза Получился даже такой Достойный рисунок Который я включил В свою портфолио Для поступления Возможно он Подкинул мне жабу Или как это говорится И я не поступил И да Все эти рисунки 100 на 70 сантиметров Это очень огромные рисунки И Если бы их нужно было вести В реальной жизни То я не знаю На чем бы я их вез Наверное на фурию Дальше картинки углем Это такой тоже натюрморт Здесь тоже угол комнаты Там дверь от балкона Наверное Стоит мольбер На котором картина Кстати это картина даже узнаваемая Я ее пытался не особо точно рисовать Но даже узнаваемая картина Я не знаю когда назвать Вот Если вы узнали эту картину Знаете ее название Если я ее не найду То напишите в комментариях Потому что прям очень узнаваемая Но название я точно не знаю И здесь какой-то череп Я вообще не умею его рисовать Я просто вот тоже интуитивный Но когда-то построил череп Конечно видно что он кривой Видно что здесь все линии кривые Но это особо не важно Главное что я нарисовал Следующий рисунок тоже углем Мне очень нравится рисовать углем Я забил Вот Но я очень хочу опять порисовать углем Это очень грязно Поэтому нужно подготовить пространство И опять хочу что-нибудь нарисовать Здесь уже тоже какой-то натюрморт Тут просто было накидано Разных много вещей Вот этот рисунок не очень удачный Я сейчас вижу Потому что здесь непонятно Где передний план Где задний план Здесь оно просто все плоское Короче этот рисунок точно неудачный Вот Потому что все предыдущие Хотя вот рисунок с пеньком Он такой Типа более-менее удачный Этот рисунок он просто как картинка То есть типа ну Простительно А этот вообще ничего не понятно Он просто плоский Здесь должно было быть первый план Второй план Но здесь нифига нет Поэтому короче рисунок неудачный Вот Наверное из-за него-то я и не поступил Вот я же оценивал портфолио Короче этот рисунок точно неудачный Его бы не надо было сюда вообще включать Потому что предыдущие Они вроде бы и тоже Конечно же не очень удачные Но В них хоть что-то было соблюдено Здесь вообще ничего не соблюдено Просто как бы нарисовал и нарисовал Лишь бы нарисовать В общем-то это точно надо выкинуть И вот эти два рисунка Они прям очень удачные То есть типа В этом и перекол Можно делать какие-нибудь серии картин Можно делать просто отдельные картины Короче можно делать что хочешь И включать это в свой портфолио Для поступления Потому что там чем больше картинок Тем лучше Но там есть какое-то ограничение Поэтому Вот эти вот две должны были быть Как одна большая работа То есть их должно было быть По-моему Три сверху Три снизу То есть шесть в сумме И на один большой лист То есть это был один проект Но в итоге я нарисовал только две картинки У меня было слишком мало работ И я это разделил На две отдельные слайды На два отдельных слайда В принципе что сказать Эти рисунки удачные Мне нравятся Я бы их даже сейчас В какую-нибудь портфолио добавил Если бы у меня оно было Подхватить меня в портфолио Надо этим заняться Потому что к концу учебы Я не знаю чем мне заниматься Следующий рисунок здесь вообще не в тему Как говорится Как воду пернуло Как сказала бы моя мама Он Я не знаю зачем он здесь вообще нужен Он вообще абсолютно выделяется Он абсолютно неудачен Он абсолютно кривой Ничего не понятно Короче абсолютно неудачный рисунок Вообще нужно его выкинуть Удалить Прям хочется прям вот взять Вырвать его Выкинуть прям сейчас Но я не могу это сделать Вот Его конечно же не нужно Вот отправлять Особенно вот это вот ухо Это что такое Вот это вот ухо Вот эти вот губы Вот этот вот нос Вот это вот все Абсолютно неудачный рисунок Короче Его не нужно было Добавлять точно в это портфолио Но в принципе я думаю Она не сильно повлияла Так следующий рисунок Очень красивый Очень удачный Очень мне нравится Конечно же тут много косяков Тут видно что Это ухо Намного больше По размеру Чем второе ухо Эти уши Слишком низко находятся Потому что Уши должны быть на уровне глаз А эти уши На уровне Начала носа Так не должно быть Короче Ну конечно же Я вижу все эти ошибки Но что нарисовал То нарисовал Здесь очень кривые губы Очень Слишком вздернутый нос Потому что нос так не может выглядеть Даже у него там задор на голову Голова немножко вверх Вот Но все равно нос так не может выглядеть Красиво Если сдалека Но если прям оценивать Правильность его нарисования То конечно же Он не очень удачный Ну рука кстати Хорошо получилась Форма головы Тоже хорошо получилась И прическа И фон Короче все хорошо получилось Но именно вот Пропорции Конечно же страдают То есть видно что я Никогда не умел И не учился рисовать портрет Следующий рисунок Тоже Вообще Просто Тоже хочется Выкинуть отсюда Потому что Я не понимаю Зачем он Наверное Просто мне не хватало Для количества работ Нам нужно было Типа минимум 15 Но не больше 20 У меня как раз 15 слайдов Значит мне просто Не хватало работ Вообще Непонятно Что здесь нарисовано То есть здесь Какой-то круг Я не знаю Это портал Наверное В университет Я так думал Короче я вообще не понимаю Здесь какая-то банка Трубочки цветные Почему здесь цветные детали Непонятно Вообще непонятный рисунок Вообще неудачный Тоже нужно его взять Выкинуть Просто Если бы я мог вернуться Я бы Перечитал все условия Это вообще рисунок Это вообще какой-то пранк Прикол Он нарисован на холсте Тут и масляные краски И акрил И маркер И гуашь Короче все что у меня было То есть здесь использовал Я не знаю чем я думал Когда я это добавлял сюда Потому что Это Какой-то Пранк Это должен был быть Нормальный портрет Но что-то пошло не так Мне стало лень рисовать И я просто все это Вот так вот Не то чтобы испортил Но подрисовал в своем стиле Который возможно Не очень годится Для портфолио Для поступления в университет Следующий рисунок Очень удачно Очень красиво Мне нравится Очень красиво получился фон То есть конечно же Если бы я его немножко Как-нибудь размыл Растер Было бы прикольнее Было бы типа Второй план более размытый А так получилась более плоская картинка Но все равно здесь есть тени Поэтому как бы Она немножко объемная Но не такая объемная Как хотелось бы Это гуаш И фон нарисован углем И также почему-то Одна рука тоже углем Я не знаю почему Типа это роботизированная рука Непонятно Но такая была у меня задумка В тот момент И уши на своем месте стоят И нос красивый И губы красивые Возможно Очень объемная прическа И голова большая Но возможно У него были объемные кудряшки И так должно быть И даже рука Вроде хорошо получилась И я почему-то подумал Что будет хорошая идея Добавить в свою портфолио Для поступления в польский университет Скриншот своего Русскоязычного канала Не знаю Стоит ли говорить Что я бы это Не добавлял бы Никогда Вообще Наверное хотел показать Что типа Нарисованные картинки То есть Какие-то иллюстрации Но они абсолютно Неуместны здесь Они абсолютно здесь Не нужны И это точно лишний Какие делаем выводы Из этого портфолио Рисунков 5 Как минимум Можно было бы Отсюда выкинуть Они здесь абсолютно Не нужны Они абсолютно неудачные И Мне просто не хватало Для количества рисунков Потому что я очень поздно Начал готовиться И также я неудачно Прочитал условия И очень плохо подготовился Поэтому Возможно Я не поступил Не из-за того Что я плохо рисую А из-за того Что я просто невнимательный Просто поздно Начал готовиться И Короче Все Сделал не вовремя Карты не сошлись Я не поступил Но я еще учусь В другом месте И в принципе На жизнь не жалуюсь Потому что Времени очень много Свободного И такое вот портфолио Не знаю Как вам Пишите И вообще Пишите просто Много всего Ставьте там И Да Спасибо за просмотр Всем пока